Пошечка с Машей, Рыженькой, вы ее с собой заберете, Рыжую? Ну, в этот, под скайпом, чтобы узнать, я свободен, нет. Да я понял, понял, понял. У меня такой вопрос, вот, что мне как бы на мысль... Сейчас, Сергей, я вас никогда спрашивать больше не буду, мы хорошо знакомы. Нет, не надо, все, уже мы, все, всегда добро и всегда да, и аминь. То есть согласны, чтобы выставлялась в интернете? Ну, первый Ашель, Игнатий Тихонович, хорошо приятно. Мало ли еще, давай, ладно. Это понимание. Значит, такая ситуация, да, Христ Спаситель, вот он говорит, меня не принимаете, иудеев говорит, а тот, кто придет во имя свое, примет, то есть об Антихристе. Да. Вот, то есть, обязательно, ну, мы-то понимаем, что... Хорошо, говори, говори, я закрою. Говорю, что перед вторым пришествием должен прийти Антихрист, обязательно. Вот у меня вот такой вопрос, потому что я могу беседовать с иудеями, а здесь такой каверзный вопрос может быть. Я не уверен, что даже вы на его ответите, но вы сами понимаете, что вообще во всем мире, кроме вас, не некому обратиться. Для чего? Для чего нужно, вот, чтобы перед пришествием Христа в мир пришло Антихрист, наступление человек греха? Для чего это нужно? Вот, ну, я понимаю, что воля Божья, нам не надо туда лезть и даже думать. Но, тем не менее, вот, как бы, евреи народ дотошны, если им объяснять, что они примут Антихриста вместо Христа, они могут задать вопрос, для чего он придет так вот. Антихрист? Антихрист еще придет? Да, то есть, ну, почему должно быть отступление? Человек греха прийти. Я понял вопрос. Дело в том, что эта история имеет происхождение на небе. Откуда? Вот оттуда надо начинать. Он говорит, я превознесу престол, сяду на краю севера, буду подобен Всевышнему. Об этом мы считаем Исаия 14 глава, Иезекииля 28 и Откровение 12 глава. Вот три места, которые подробно об этом говорят. Вопрос стоит в чем? Почему Бог это допускает, когда это было? Иоанн Златоус объясняет так. Ведь он обольщал братью и обольщил, а братьями называется ангелами. Иезекииля 28? Нет, да, 28, а Исайя 14. И Откровение 12 глава. Все, других мест Библии нету. Это самые подробные места, которые будут говорить о его пришествии, Антихриста. Ладно. Так вот здесь вопрос стоит в чем? Что Бог дал свободу. Он был, как Люцифер, сын света, и обладал в полноте свободой, которой нынче наслаждаются Херувимы, Серапимы и верующие люди. Но он в Боге заподозрил то, что видел в самом себе. Что Бог деспот, Бог тиран. Я знал, что ты злой и жестокий, жгнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. Это он научил того раба, говорит. И вот здесь Иоанн Златоуст говорит так. Бог попускает. Я тебе даю свободу. Он говорит, как бы была свобода, я бы построил такой рай на земле. Ну а как? Ну вот чтобы из развалин человек умный-умный будет поставить страну на ноги. Его будут любить и кричать хайль. Пожалуйста, Бог дает. А другой говорит, нет. Нужно жестоко крестьян раскулачить, 58-ю статью на 14 статей под статей дать. Убивать, убивать казачество, священство. И тогда 90% уничтожить, как один Вилл сказал. Вилл в Вавилоне. В Москве, да. И тогда будет рай. А 10% мы доведем. И Господь ей это позволил. Для чего? Чтобы в конце этого эксперимента они увидели, что стена треснула, фундамент покосился и все рушилось. А Иеремия говорит, он хватает грязь в виде трещины и замазывает. Это перестройка начинается. Тут толкование-то никакого не надо делать. И когда все развалилось, он говорит, и ангелы рукоплящут. Слава тебе, Господи, ничего у него не получилось. Не получилось. Вот для этого Бог допускает, чтобы все добровольно поняли. Неблаго исходит только от Бога. А тьмы от завистника, от лжеца, от того, кто возносится, добра не может быть. И поэтому Бог допускает. Это идет эксперимент, который он начал. И он в завершающую стадию входит. Бог может один раз сегодня прекратить, поднять волну, пол Америки смыть, Советский Союз провалится. А Бог дает и милует. И здесь есть люди, которые даже в Содоме спасенные будут. Это говорит, вспоминайте жену Лотову. Христос говорит, это не просто событие. А событие просто космического порядка. И вот сегодня Господь нас предупреждает. Я вам сказал, показал, вы просили, я отвечал. А они Бога искушали. А может ли мясо приготовить в пустыне? А может ли воды дать? Бог показал. Еще, говорит, пища была в устах и 23 тысячи убил. Чтобы никто не сомневался во всемогуществе Божьем, что он добр, что он верен в Слове, самого себя отречься не может. Ну и мы видим, когда полностью, окончательно начнется непогода. И солнце будет палить так, что будут нарывы и язвы. Вот эти чипы, видимо, все воспалятся, которые люди примут. И они будут хулить Бога, дальше идти некуда. И дойдут до предела. И тогда с неба явится Господь. И эту программу Бог не скрыл и показал. Вот для этого и попускается человек греха, сын погибели, который будет самым умнейшим. Тщательно, человек начнет уже хулить Бога и нарывы будут за его грехи. Только тогда Господь и явится. И что от Бога будет сила, перед этим явятся два светильника для маслины. Это как церковь считает. Никакого Серафима, никакого Иоанна Богослова не будет. Это все бредня. Вот Писание нам открыло. Бог говорит, есть ли то, что я бы закрыл от раба моего Моисея. И Бог открыл этот общий план, расклад событий. И как он будет, какое страшное состояние. Но Бог опять даже в этом милость. Но ради избранных дней сократятся. Никакого восхищения церкви не будет до суда страшного. Вот Бог говорит, никакого хелиазма не будет. И когда мы в это всматриваемся, Господь говорит, что я не сделал вам. Лучшую пищу подкладывал. Но иной придет. Я пришел во имя Отца моего, которому поклоняетесь. Во имя Его это делаю. А иной во имя свое сядет, как Бог, выдавая себя за Бога. Вы его примете. Вот об этом профессор Осипов и говорит. По всей вероятности, первыми его примут с радостью русские люди православные. Потому что у них царь-искупитель. Вот это безумие просто охватило страну. Великодержавники. Они уже готовы принять. И он как царь будет, и как по чину Меркеседека он все сделает. Все. Но есть одно чудо, которое он никогда не сделает. Будет воскрешать мертвых ложно, привидением. Горец скажет, перейди, перейдет. Она никуда, а потом вернет на место. Есть только одно чудо, которое он не сделает. Когда младенцы воспели Богу хвалу. Асана Вышних. Благословен грядущего имя Господне. И там написано, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. У Ефрема Сирина, кажется, считал. И он говорит, это единственное чудо, при котором замолкнет сатана. То есть он не может тронуть неповрежденные сосуды, очевидно, крещенных детей. Это не этих. Не блудное семя. И он этого сделать не сможет, потому что в них греха нету. И он умолкнет. Ну скажи, ты можешь сделать, как вот Христа встречали в Иерусалим? Он сделает его безмолвным. Он будет молчать. Врага и мстителя. Вот что и... Даже никогда не подумаешь, какое чудо он не может сделать. Одно. Устроить из уст младенцев и сущих. Да, да. Сотворить тебе хвалу. Потому что Господь сотворит. Да. А он будет самовольно. А самовольно он не может. Не может. Все призрачное будет. Хвалу сотворил Господь. Из уст младенцев и сущих. Да. Сотворить тебе хвалу. А он... Да. А интересно. Я считал такое, что люди, которые много претерпели, ну вот, допустим, Первый Собор Вселенский и царь Константин, вот его там показывают, какой он тиран был, я ничего не опровергаю. Но в нем было движение к Богу. И когда он зашел на собор, о слепительном таком одеянии, некоторые святители даже глаза зажмурили. И он подходил, когда их пытали, раскаленный брусок железа, руками вот так зажимали. И они в таком виде остались у них. Так он эти скрюченные пальцы целовал у них. Это не будет делать безбожник. Это царь Константин. Нет, царь Константин. Я знаю, что он вот это вот не... Вот это вот как бы... Что он святой, верующий, я тоже верю. Я только про это говорю, что было в нем это чувство, что... Ну, это великое дело. Так вот эти люди говорят, что если бы мы были во времена Антихриста, не знаем, устояли бы или нет. Есть такое выражение, что последние мученики, последние будут больше первых. Потому что те муки, которые имели люди, а они кончали жизнь их. А этот будет лечить разными препаратами, поддерживать жизнь. И мучить, и мучить будет. И чтобы только человек отрехся, признал его за Бога. Вот три слова Владимира Сергеевича Соловьева, русского философа-идеалиста, об этом говорят. Что он сделает все. Вот скажет католикам, что надо. Нам надо, чтобы Папа обладал всей властью, полнотою. Пожалуйста, все сделает. Патриархия. Какое надо в православном? Да чтобы у нас мощей сколько было храмов. Пожалуйста, завалитесь мощами. Но протестантам он относит там Петра, тут Иоанна, а тут Павла. Он так разыгрывает это. А те скажут, что можно было проповедовать везде. Это в трех разговорах. Да, да. И он говорит, и это сделает. Но и там, и там, и там найдутся люди, которые скажут, мы тебя примем. Но только признай, что Иисус Христос пришел во имя Отца Небесного и умер за грехи людей. Он аж за скрижища зубами скажет, вот этого сделать не могу. Я все вам пообещал, но этого никогда не могу сделать. Почему? Он на его место пришел. Он во всем будет подражать ему. Все. И в Ефрееме родится. И от Дева. А Дева это седьмое колено блуда. Вот почему мы, когда читаем Николай Иванович Бухарин, он узнал, что такого блуда. И у матери пришел. Он хотел быть антихристом, властью обладать-то. Сталин-то их не на пустом месте казнил. И он у матери спрашивал, мама, а я от папы или ты меня нажила блуде? Он дурак, просто скажешь ему и все. Это дружок Ленина. Подгонял себя под антихриста, подгонял искусственно. А я этого не знал. А вот это, ну, я попутно сказал. Я бы много мог сказать из других, но вопрос отвечен, считаю. Ответили, ответили, ответили. Я просто недавно купил священник Николай Ким, тысячелетнее царство. Там Ахилеазмы. Он рассматривает со всех сторон. Со всех сторон. Там и древних отцов, как они. Там ведь разные были точки зрения. И у Елене Леонского, у Ефрема Сирина половина так, как вы говорили, а половина считали, что за Ахилеазм. И он вот рассматривает. Хорошо, но он православный, придерживается нашей точки зрения. Понимаешь, Сергей, тут вот какое дело. Я нахожусь у баптистов. В собрании. Мы ходили, посещали их. Беседовали. Отец-то Геннадий Фаста как пришел? Там обратилась одна грузинка. А мы ей сказали, ты не уходи. Потом обратилась вот сестра Алифтина. Вот Фаст, который священник. Это на ее дочери уже женатый. Мы им говорили, вы пока сидите там, прищащайтесь, а сами будьте там. Кому ответить? И в это время туда приехал Генрихаич Фаст. Молодой преподаватель Томского университета. И они его ко мне привели ночью. Кажется, 30 мая было. Сейчас могу ошибиться. 77-го года. Мы до полпятого утра беседовали. И он полностью принял православие этой ночью. А получилось через кого? Через ту, которая осталась там. Грузинка Катерина Девришадзе. И она тоже приняла? Да, она все приняла. Она православная. Вот такое дело. Тут надо все благоразумно. Сегодня миссионеры лепятся, а они даже духу не знают. Это любовь. Это уметь отступить шаг другой назад. Это не искание своего. Никого не преследовать. Самого лютого врага увидеть, который не слышал. Имеется в виду, не слышал. А который уже знали, причащается. Для таковых нет жертвы за грех. Но некое страшное ожидание. Огня готова пожать противников. Нет. Это все... Они, может быть, подумали, что... Видите, что? Я думаю так. Что с миссионерством все произошло. Как бы уже гонения прошли. Они смотрят, что все проповедуют. Ну, православные. Что все проповедуют. И все время и баптисты, и протестанты, и католики начали. Надо и нам, как обезьянам. А опыта нет. И вот они нашли это. Из Америки вроде приехал такой, который говорит там. Они его поставили. И под него. И стали вот миссионерские отделы. Я знаю, откуда это. Бакмелдер. Бакмелдер запустил это. Я исследовал. Но дело-то вот в чем еще. И вот мы у баптистов приходили. И я разговариваю с ними. Скажите, вот вы верите, что тысяча царства будет? Праведников Бог вознесет? Сначала. А грешники на тысячу лет останутся? Ну да, так написано. Я говорю, а как написано? Плевелы и пшеница оставьте расти до жатвы. А толкование Христос дает жатва. Это кончина века. Поле – это мир. Это мир. Он говорит, ну я и говорю, церковь. Я говорю, не церковь. Написано мир. Ну у нас так и говорят. Он как вот ошалелый. Я говорю, толкование в самом Евангелии дается. Поле – мир. Мир. И пшеница, ты согласен, что это праведники? Да. Плевелы до жатвы, до кончины века. Куда вы за тысячу лет? За тысячу лет, если бы раньше праведники были, и то Господь не сказал, оставьте расти. А вы наоборот. Все у вас переверто. Он говорит, вначале соберите плевелы. А потом пшеница, плевелы вначале. А у вас сначала праведники на тысячу лет. В каждом году, я говорю, 365 дней. Умножь на тысячу лет. Вы ошиблись на 365 тысяч дней. И написано, я воскрешу в последний день. В одной только шестой главе Евангелия от Иоанна четыре раза говорится, что воскрешу в последний день праведника, а не за тысячу лет. И когда он спросил, веришь ли, что Лазарь воскреснет? Я верю, говорит Марфа, воскреснет в последний день. То есть он так и учил. В последний день. И Ио говорит, и воскресит меня, когда распадающаяся кожа моя восстановит в последний день. Они не считают из Писания это. Господь говорит, я не сужу вас, слово мое, оно будет судить в последний день. То есть воскреснет в последний день, расти вместе в последний день, не вот подтащить рыбу в последний день. Последний что дальше? Календарь в последний день. Ничего нету. Последний день моей жизни что означает? Крышка гроба. Толковать-то не надо. Последний рубль, слово последнее означает окончательный. Нет, здесь дело, что они как, они слушают, слушают пока, как бы. Если ты даже им и покажешь какой-то интересный момент, который не в их пользу, он может принять, но через две секунды он забудет, опять переначит, и вопрос вывернет, другое русло повернет. Вот он говорит уже о другом, другое русло повернет. Но уже новый вопрос возник. Я говорю, так подожди, мы с этим не решили. Вот с этим вопросом не решили. Давай его окончательно. Ты признаешь, что это так? Ну, не знаю, да вот так вот, всяко-сяко. Ну, признаешь или нет? Не знаю. И тут же новый вопрос. Ну, как же, нужно тему до конца довести, а потом уже новый вопрос. Я тебе буду объяснять. То есть вот так вот. А потом все забыл. У него как-то слезало. Я поясню. Когда мы жили в Новосибирске, там находились у нас близкие люди, у баптистов, и они добились, чтобы провести беседу. А со стороны православных меня избрали. Ну, а я знаю, баптисты любят Библию. 66 книг. Другие книги можешь не брать, они не признают. Святых отцов не знают, канона не знают, и житья святых не признают. Ну, давайте на основании только канонической Библии. Ничего в руках нету, чтобы никаких не приводить других свидетельств. Я согласился. И они привели, я не знаю, 4 или 6 мест. Дальше я говорю, мы беседуем по 15 минут, если у вас еще нет, то я еще не кончил. Тогда я имею право уже неограниченно говорить. Раз у вас еще нет, вы выдохлись. И я им привел на память 72 места из Библии, а иногда это не один стих, а целый пакет стихов. И они-то по Библии следили и ни одной ошибки не нашли. Это их особенно сразило. Что, как это так? Я говорю, так говорит Господь. И когда беседовали с ними, вот интересно, притом везде одинаково, согласны. Вот сидят за столом, допустим, 40 человек, все до одного согласны. Я говорю, а завтра будете не согласны? Вы эти записи никуда не девайте. Все делаем под запись, тетради пишут, на магитофон. Я говорю, когда беседа будет? Через неделю прихожу, я говорю, но у вас записей не будет. Как не будет? А ее похитится-то она. Ну, что попало, говорите? Я прихожу, говорю, беседовать, да, садимся за стол. Покажите записи. В вашем доме у них беседовали. И еще нигде ни одной записи нет. Вот, ты запомни это. Притом беседовал отдельно, приезжали из других городов. Город Искитим. От хозяйки. Хорошее отношение между нами. И расстались хорошо. Я говорю, вы где-то так положите, чтобы она у вас все время, каждый день, на виду была эта запись-то, как вы тетрадку-то писали-то. Но она у вас исчезнет. Да нет, у нас тут никто не ходит, мы так живем, как... Прихожу, в следующий раз беседовать, ни одной строчки найти не могут. У меня был один случай интересный. Я его буду говорить, ну, не первый раз. Мы беседовали у Павла нашего, баррикадная 34, город Фрунзе. И пришли баптисты. Баррикадная, это Михаил жил там. Да, баптисты пришли, Ивана Даниловича, сыновья, Кошнарчук. Кошнарчук. Знаю, знаю. Хороший. Я знаю, он, это, Библии, нам продал, там, 38, у меня, что ли, Геце, Геце, Библия. Геце, да. Он в Америку уехал. Я знаю, он вернулся, он умер уже, он умер. А ребята живут, доходится из них один Николай, Николай Иванович. Ну, они там были, они слышали, как я рассказывал о тысячелетнем царстве, ну, прошло мимо. А, как правило, люди еще одному, я говорю, ты понял, понял. А почему ты проповедуешь, об этом не говоришь? Да никто не примет. Ты за других не отвечай, ты скажи. Помни языки или 3.18. Иначе ты в крови будешь. И вот у них сломалась машина, прошло 25 лет. Они ушли, он остался один. Один там где-то, где застряли. И он, говорит, я ходил, размышлял, припомнил эту беседу в Афрунзе-то. Как Игнатий-то говорил. Думаю, ба, да так как понятно-то. И он сейчас принял это один, когда там был, семечка, 25 лет в нем лежала. И мне позвонил. Я понимаю теперь, вот как вы говорите. Это правильно. Вот, я знаю чудеса просто, великий Бог делает, когда человек не противничает ему. Я знаю, Иван Данилович, он много раз же был у нас на собрании, там, с Владимиром Цитковым. И даже один раз у него дома там проводили. Да. А вы знаете, вот... Даже Надежда Васильевна, один раз мы собрались, Надежда Васильевна, там сестра была, вот эта, без прав, без кисти. Я не помню, как ее звали. В этом, вместе с Надеждой Васильевной, вместе приезжала в Бишкек, не помню, как звали, без кисти. У нее кисти нету одной. Циркуляркой отрезала. Ну, наверное, вы помните. А, помню, помню. Это Дудина, это, Валентина. Валентина, Валентина, я имя забыл. Валентина, Валентина. Вот, монастырь едует отрезать. Да, да, а не дали ей там пилить доски, чтобы помогала-то, а там сущок дернула в сторону-то, и ей правую руку отпилила. Она кандидат педагогических наук. Ну, да. Вот так. И с одной рукой осталась, теперь научилась писать, и все. Она жива еще? Сейчас не знаю, я давно уже не слышу о ней ничего. Вот. Ну, слава Богу. И вот мы, она, Надежда Васильевна, я, там, еще несколько православных приходили к Ивану Даниловичу, к Ивану Даниловичу домой. А его трагедию, знаете, как у них что случилось-то дома? У них сын, где-то там, я могу ошибиться немного, кажется, в институте, там какая-то что-то взятая. Не знаю о чем, но дело в том, что он это узнал. Узнал и сказал, я буду, ну, в Москву жаловаться и то другое. Вот они когда дома были, а он отдыхал, он собирался ехать. И в это время пришел там киргиз какой-то, и говорит, он дома-дома, нам надо поговорить, я с работы, он едет материалы передать. И мать его разбудила. И он только вышел, он сразу его зарезал прямо здесь. Так вот представь себе, мать себе простить не может, отражена Ивана Даниловича. Я, говорит, сама его подняла с постели и под нож подставила. Я говорю, ну ты откуда бы знала-то? Ну да. Вот какие звери? За деньги все. Вот поэтому о чем удивляются. За деньги он и родину продает, и все сейчас, вот либералы, кто же это? Все за деньги. Почему враги такие? Так вот, меня когда судили в 86-м году, это было июля месяце, Иван Данилович два раза из Фрунзии прилетал в Барнаул, чтобы присутствовать на нашем, вот когда суд шел. И он на фотографии остался. Какой человек добрый. Спасибо тебе. О, конечно. Он же в эти Библии, вот, ну она у меня хранится, как память, я-то пользуюсь своей, это 77 книг, вы не подумайте. Но там тоже у Гетцы есть интересные мысли, там я читаю иногда. Но у него там каталог сделан у Гетцы, он многое разбивает по графам, как бы симфония смысловая. Вот этими Библиями, вот этими Библиями, и к ним пришло, вот, в тысячелетие крещения Руси, баптистам пришло, там, целый контейнер к ним. И вот он нашу общину, нашу общину всех снабдил вот этими Библиями. Там по 38 рублей, что ли? Вот, как бы, память осталась. Мы от них туда везли буквально машинами Библии, и все, здесь у меня шли они в милицию, в прокуратуру, где я выступал. У нас было чуть не в 10 раз дешевле, которые в церкви продавали. Только на дорогу накладывали, чтобы дорогу оправдать. Нет, ну, 38 рублей и 70, в церкви она сделала 70 рублей. Я не знаю, но у нас они дешевые-дешевые шли. Ну, там, правда, со второэкономическими книгами. Мы брали прямо у них оттуда, где старший пресвитер. Нет, ну, Библия Гетцы, она, как сказать, она ведь и 66 книг, а это 77. Но у нас в церкви, они всегда были, вот, как вот, лучшие времена, как я называю, так, по ценам. 70-е, 80-е годы, это не то, что лучшие. Для нас-то мы понимаем, что это самое страшное для православных было. А вот она, то есть в церкви, если найдешь, 70 рублей стоила. Я искал вот эту, в свое время, мне отец Владимир потом достал, а я в свое время как искал Библию. Прошел слух, что вот эти Библии появились в Георгиевке. Мы, значит, на все начну с одной там бабушкой баптисткой, она тоже такая баптистка, но читающая по-славянски и вообще очень любит Бога. Мы вдвоем поехали с ней в Георгиевку, чтобы Библии купить. Библии там не было. Ну, там такой батюшка Владимирова звали, что ли он небольшого росточка такой. Там батюшка-отец Павел был. Хороший батюшка Павел. Небольшого росточка такой. Ну, я сейчас не могу сказать, как, но очень такой доступный. Да, нет, он доступный, он нас домой пригласил. Да, 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 да. Такой, ну, небольшого росточка такой. Ну, он, наверное, так и есть. Он нашего брата Виталия Устинова венчал. Да. Очень хороший Павел. Батюшка, вот, ну, мы дождались, закончилось вселенное обдение. Мы подошли, говорят, нет, уже разобрали все, Библии нет. Сейчас даже молитвословов нет. Ну, жалко. Вот, съездим. Так что Библию искали, как только могли. Но не было, не было. Вот мы хотели записать для бабушек служение в церкви, литургии. Я много ездил, когда у нас, я на мостопоезде 140 работал, и бесплатный билет был по стране. И лучше, чем у отца Павла, мы нигде не нашли. И у него в алтаре, я ему подал записать, я сам-то не мог заходить, я не был с честом тогда. И мы записали, я размножил, наверное, сотни экземпляров. Как он размеренно говорит, как у него все чувствуется, с верой батюшка ведет богослужение. И потом я размножил, бабушки дома могли слушать где-то. Верующий, очень хорошо. Слава Богу. Я тоже вот сколько литургий скачал, посматриваю время, вечерком так сяду и смотрю. Ну, я и других, не православные, там и вот восточные литургии очень люблю. А отца Павла я знаю, мы там отпевали одного Ерея Виктора, там, из Сыкуля. Там были, значит, отец Владимир Святков, отец Владимир Грошев, отец Павел и отец Виктор. Он сейчас микрофон, он тогда дьяконом был. И отец Павел тоже. Вот мы отопили этого отца Виктора, он болел у нас, лежал в больнице в Бишкеке, в Афринзе тогда. А умер, привезли отпевать в это самое. Ну, Георгий, это Казахстан, он на границе. Казахстан, ну, 21 километр было. Да, рядом с Киргизией. Моя сестра Евдокия там жила. Да, я у них дома был, и муж ее знает, такой рыжий. Да, Петр Григорьевич. Да, вот, был у них дома, вот, и у отца Павла дома был, я вот почему его, Владимир, назвал, забыл. И вот это, отпевали мы отца Виктора, там, в его храме. Ну, теперь по Писанию, это, вот когда будете беседовать с кем-то, чтобы определить сектанта, что они церковные, три вопроса. Первый, иконы для них идолы. Это первый, у всех одинаково. Второе, никакой, я сейчас закончу. Второе, никакого понятия о церкви, где двое или трое, там церковь. Слово Божие так не учат. И третье, тысячелетие царства. Вот три, три позиции, по которым сразу определишь, кто он такой. Да я, я же старый. Я уже и с баптистами, и с лентистами, и с лжесветными, я не только, я даже какой определю. Вот, начну говорить. И это, это вот, это вот вопрос, что я спросил, он меня самого заинтересовал. И для иудеев. Они там, иудеи, они полнее сектантов. Это для них, для сектантов этот вопрос не годится. Во-первых, он мне самому нужен был, этот узнать, почему так, для чего. А тут, Сергей, тут вот какое дело. И связал сатану на тысячу лет. Вот этот стих очень важный. То есть, связал, и началось тысячелетие. С этим надо добиться. Вы верите, связал на тысячу лет? Не так, что связал, прошло сколько-то лет, а потом тысячелетие осталось. Нет, говорит, связал, и началось тысячелетие. Раз он связан, это начало. Ну, от креста и началось. Да, а он говорит, что? Смертью смерть попрал. Это 2.14 к евреям. Как дети причастны плоти и крови, то и он воспринял оно, дабы смертью своей лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола. А как? Об этом говорит апостол и евангелист Матфей. Как может рассветить вещи, если прежде не свяжет сильного? Не свяжет. Я спрашиваю, связывал или нет? Это Матфея, там, 12 глава. Я говорю, связал или нет? Если он его не связал, то это был не Христос. 1 Иоанна 3.8. Для того-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. Если он его не разрушил, он явился для этого. Тогда его явление было недействительное. 1 Иоанна 3.8. Это очень важно. И к евреям 2.14. Вот эти места основные брать нужно. Как вот, ну, допустим, об иконах. Об иконах много не надо брать. Всего три места брать. Три. А к ним тогда остальные... 20 глава, 25 глава. Вот самое, это из Икииля, 41.17. Это роковой стиль для них. По иконам. Из Икииля, 41.17. Где-то черкни себе. Это дальнобойная артиллерия. Иисус пришел, я говорю, в храм. Я отвлекусь на этот вопрос. Какой храм пришел? Баптисты отвечают. Соломонов. Я говорю, а как Новоходоносор еще сломал Медное море? Как? Да как тогда? Ну, вот 2 Паралипоменон, говорит, 25 глава, говорит, что храм был разрушен. А этот храм называется Зарававелев. Это книга Агея пишет об этом. И вот как его устройство, и Бог показал ему, как Моисею на горе. Сделал изображения, что были от пола до потолка, внутри и снаружи. Я говорю, а Христос пришел, как это назвал, капище с идолами? Или говорит, дом мой. Дом молитвы наречется. А его дом-то, а вы его не признаете. Это вот ваш склеп, как могильный. Ни одного изображения, я говорю. Но там же не было людей. Изображения-то с херувимами согласны. Конечно, не было. Потому что на небе никого не было. Так это было в Ветхом Завете. Я говорю, нет, это в Новом. Уже после Дня Пятидесятницы, это вторая глава Деяния. А в третьей главе написано, Петр и Иоанн шли в храм. В час молитвы девятый. Еще они в капище шли. А там иконы были. Иконы были. Изображения икон. Другого-то нет толкования. Изображения. И они были там. И Господь их принял, эти изображения. И храм не та, что я дом мой, но только чтобы он был без изображения. Он не мог сказать. Потому что сделан был по образу, который показан был. А на небо, так как теперь души взятые, теперь у нас изображения их по образу небесному. А тогда, когда до Христа, их имена были написаны в книге жизни. Это исход 32-32. Почему Моисей говорит, изгладь меня из книги жизни. А раз они на небе были записаны в книге жизни, поэтому они были и на раменах. У Аарона два нарамника были. Имена по-небесному здесь. Теперь там изображения есть. Теперь изображения здесь. Из изоникса. Эти были нарамники, они из камня, камень уникса. Да. Но имена, я говорю, имена написаны были на небе в книге жизни. И они у него в храме написаны. Но теперь образы взял, говорит, из преисподней Христос извел, проповедано было. Ну, 4-6, 1 Петра. И для этого-то мы сегодня и подходим, что мы единая церковь. Образы на небе, они у нас и в храме. По образу небесному у нас устройство. А у них по какому? Пусть они объяснят. Вот как вот вы схему-то рисуете, вот правильно, по вашему схему. Только надо вот сразу рисовать вверху крест от креста, идет по 30-ти год от креста. А я сейчас покажу сейчас, минутку. Я знаю. Знаете? А я даже покажу еще. Только я не знаю, видно будет или нет. Вот смотри. Видно, нет? Видно. Ну вот смотри, как она изображается. Вот. Ну видите, Христос воскрес. Вот. Начало тысячелетнего царства. Вот. А я вот что, правильно, точно такой я же. Вот смотрите. Ну, ну, я вижу, вижу. Вот смотри. Тут все, вот это запомни, от Христа до Антихриста. Только три с половиной года будет, вот оно. Да. А Христа до Антихриста до Антихриста до Антихриста. Садна скован на тысячу лет. Вот это и есть. А тысяча лет, это время евангельской проповеди. Вот это вот внизу особенно, посмотри, вот это, вот это вот пояснение. Вот Сатана освобожден на три с половиной года, а потом пришествие Креста. Ну вот и все. Вот. Я просто еще сказал, советую. Вот мне там написать, вот Крест поставить, вот что. От его Крестной смерти сразу зашел и сковал ад. Начиная с тысячелетия. Да, да. Вот и все. Крест поставить будет понятно. А дальше идет уже это само. Вот. До кончина, общее воскресенье когда будет. За три с половиной года только участочек отрезать и все. Да. А иначе если церкви нет, то еще ради избранных дни сократятся-то. Еще бы ради. А они были рассчитаны, допустим, на 20 лет. А Господь говорит, три с половиной хватит. В этом любовь. Дни сократятся. То есть назначенного у Бога было больше. Когда Господь говорит, 120 лет до потопа, а когда считаем, остается только 100. А почему 120? Иоанн Затаус говорит, раз покаяния не было, эти 20 лет ненужные, Бог их отрезал. 120 лет до потопа? Да. 120 лет, когда Бог объявил, то 120 лет до потопа было. А в действительности прошло 100 лет, и потоп начался. Иоанн Затаус говорит, почему? Потому что 120, покаяния никакого нет, и Бог 20 лет убрал. Вам хватит этого, все равно не покаетесь. Ну да. Так, и сочетивайтесь. Владимир Владимирович, спасибо Господи. Вот, благополучно. Вы с собой, да, компьютер берете туда, в деревню? Думаю, да, нынче, потому что слишком большая у меня информация, много идет людей. Ну а как там платить, кто будет? Здесь-то меня оплачивают, там, благодетели. А там-то как? Там модем работает, ну, здесь у меня от телефона хотя бы. И то нормально. Как там будет? Говорят, ночное время меньше платить. Вот последняя неделя, вот воскресенье, ну, кто-то мне разъяснит это все. И я попросил прийти программиста, чтобы он у меня его снял. Тут столько проводов напутано, мы трое от одного модема. Ну, я, да, я понял. А этот модем-то туда и не нужен. Господи, а там с продуктами-то как нашли человека, который поможет? Завтра еще поедем. Вчера мы съездили, в одном месте мешок муки дали. Мне надо 12 мешков. Ну, а теперь посмотрим, как я считаю, вчера уже Господь нам ответил. Уже мы вечером благодарили Бога. А элеватор-то что? Закрытый, закрыли полностью, нету. Размонтировали оборудование, все убрали. Я говорю, а как же так? Это же элеватор огромный на Алтайский край. Но не в одном месте. Государство этим заниматься? Почему сейчас не руки? Мне вчера сказали в одном месте, говорит, что будто бы они... А сказал бывший, бывший предъедем директор, который был, его. Которые последние были арендаторы-то. Помещение, ну как эти, строение-то они арендовали из Рубцовска. А они увидели, что нерентабельно. Старое оборудование, надо ставить новое. А новое они в любой день могут повысить стоимость за аренду. И они отошли. У них не один элеватор есть. А этот элеватор будто бы камень на обе берет. Ну и, конечно, будут теперь оформлять. Потому что куда осенью-то урожай-то с Алтайского края-то? Конечно. Это же жительница Сибири, Алтайский край-то. Как сказали, говорит, Россия будет перерастать в Сибирь. А в Сибири жительница считается Алтай. Ну да, Алтайский край, это республика Алтай. Самая южная республика Алтай. Самая южная Сибирь. Ну, а не, Алтай-то там еще другое. У них же вот когда идет график, допустим, у нас 67 районов. И в конце всегда горно-алтайская. У них ничего нету. Горы, горы, горы. Туда едут рериховцы, все колдуны туда едут. Там дыра какая-то, связи с космической силой. Понятно. Нет, Алтай красивый. Я не говорю, что я в горы никогда не езжу. Просто интересно, вот что такое Алтай. Алтай такой большой район там. И вот Кемеровская область, там хоть юг Кемеровской области является Алтаем, по идее, или нет? Нет. Алтай никак. Наша отдельная. Вот мы ездили по всей России, и вот заметили, у нас сходство с южными районами. Подсолнечник, просто огромные-огромные площади. Подсолнечник и гречиха. Гречневая каша с маслом. Нет, я знаю, что после революции в октябрьских первых, Алтайский край, Алтай был, он большой. Там был Новосибирск, был Алтайского края. Поэтому Алтай, это не только вот Алтай, республика Алтай. Он был за пределами этого. Да он отдельно прилепили, сейчас оно отдельно, отдельная республика. Отдельно. Там же никакие нефтепромыслы, ничего нету. Алтай здесь все у нас есть, все. И пшеница, это... Но он орденоносный, кажется, дважды ордена Ленина, что ли, ему давали. Им не поэтому же шутится, есть, не есть. Является Алтайом? По-моему, Алтайом является, по большому счету, и Новосибирской области. Нет, это отдельно. Там Новониколаевск был. Ну, понятно. Ну, а почему после революции? Он Алтаем считал. Ну, Алтай выделили отдельно. Он к Томской принадлежал епархии. К Томской. А вот тут надо посмотреть, какие годы впервые ей выделили, что она отдельно епархия стала, а вот от Прямосендища при Антонии. Ну, это уже сейчас-то в наше время, да, вот республика Алтай и Алтайский край, это как бы и есть такое дело. Ну, я-то считаю, что Алтай, он в часе и в Монголии есть. Ну, да, тут рядом все. Вот. Потом часть Алтая, вот, по-моему, Юг Новосибирск, а Кемеровская область тоже должна быть, по-моему, и Алтай. Что интересно, Алтай, я считал, один из самых малооплачиваемых районов. Средняя зарплата у рабочих в два раза ниже. Там, в сравнении, допустим, я не знаю, с Кемером, а Москва, так-то страшно сказать, насколько меньше. Самый малооплачиваемый. Почему так, не знаю. Ну, это тоже не знаю. Все-таки, вот, в общем-то, я тоже не понимаю, почему. Если вот я пенсионер третьей группы в Санкт-Петербурге, у меня третья группа, я работаю, работающий. Но у меня третья группа, пенсия. У меня пенсия сейчас 6900. Плюс еще там дается, ну, раньше давались льготы, а сейчас даются эти самые... Деньгами там 500-600 рублей дают, это самое, доплачивают. Так, получается, у меня больше, чем у вас. А вы все-таки поработали 25 лет? 35. 35. 35. 35 по трудовой книжке 35 лет у меня стаж. И сегодня у меня пенсия 6523 рубля. Со всеми еще добавками репрессированному. А у меня, без добавок, у меня только, что я инвалид. Это зависит от... И инвалид, и третья группа. И они не первая, и вторая. Но, слава богу, что у нас, конечно, здесь все дорого. Но, тем не менее, почему у вас такие маленькие, я не знаю. Он говорит, самый коррумпированный край. Коррупция ужасная. Я интересно считал, приехала у Игоря Третьего, Дебунова, мама, и говорит, я могу маленько не точно сказать, но дом продать, там землю-то оформлять что-то, требуется 6, что ли, справок. Во времена пророка Иеремии требовалась одна справка, 3 человека. Покупатель, продавец и свидетель. Все. А в Москве сегодня, чтобы продать, 262 подписи надо. Вот сколько паразитов, весь Израиль туда переселился. Кошмар. Кошмар. 262, это не запомнить еще нельзя. Да, кто там, а зачем это такая дуракатия? А где его пристроить-то? Где Абрам, там Исара будет. Это при советской власти такого не было. Не было. Я могу ошибиться, в три с лишним раза увеличился аппарат обслуживающих. Да, разогнать надо. Надо. Главное, сейчас пишут, говорят, у нас какой идеал, чтобы быть, говорит, не глупее Медведева. Как будто и плохого ничего не сказали. А вы подшутили, да? Подкусывает. А он что, он никому не мешается, он сделает свое дело. Что он, плохого он никому не сделал? Ну, премьер-министр, просто он как бы... Он спокойный, тихий такой, улыбчивый, приятный. Ну, да, он-то особо не это. Здесь, в основном, у нас финансовые, как сказать, какие они. Вот это вот у нас вредят России. Мы не должны быть привязаны к американскому доллару. У нас должна валюта быть своя, не привязана к нефте. У нас, видите, как получается, очень хитро. Это МВФ, не МВФ даже, а вот ФРФ, Федеральная резервная система. Сделала так, что без доллара ни принять, ни продать, ни купить ее нельзя. Вот, где начинается антихрист. И сколько продали нефть и газ, столько денег мы можем напечатать. Поэтому вот это вот беда. А мы должны печатать столько, сколько нам надо. Это интересно. У меня один недавно купил книги из другого государства. Ну, и переслал, я сказал, сколько евро это стоит. Вот Новый Завет трехтомных 75 евро, а полная 38 книг 750 евро. Ну, он послал евро, я пошел получать, а евро не дают. А они только в долларах. И она перевела с такими какими-то там этими, ну, прям совсем меньше. А теперь я у ней должен купить, а покупное еще меньше стоит. Я вот гляжу, у меня там уже так-то ничего нет. Так, а почему купить-то? Это что-то обманывает вас? Ну, вот такое дело. Купить это больше, купить. Больше. Больше денег надо платить. Да я понимаю, а почему она продает? Это вам прислали... Мне прислали евро. Она евро говорит, у нас не работаем с евро. Она их переводит по норме в доллары. А доллары теперь эти, которые мне дают, как бы, то ли я сдаю или еще... Их покупают они меньше, а продают дороже. Вот от меня, допустим, доллар купили за 5 рублей, а они уже продают его за 6, за 7. И она мне как будто бы... Доллары я ей на обмен даю. А дает только в рублях уже. Я посмотрел там, так много высчитали. Я говорю, кому пожаловать-то, скажите? А она говорит, никому, все правильно. Нет, это обман. Обман, конечно, обман. А то там, главное, платят, а приходят сюда и 1% денег еще снимают. Я говорю, за что? А за то, что мы работаем. Странно довольно. Я во Фрунзе был, как-то поехал. И она продает билеты. И я вижу, цена не та. Я говорю, а почему такая цена? Ну, наценка. Я говорю, а за что? А за то, что билеты продаю. Так это все учтено. Я пошел к милиционеру, написал заявление. А он говорит, только что сняли вчера. Говорит, одну убрала, опять то же самое. И мне деньги вернули. Ну, это... Там-то ладно, были лихие 90-е, наверное. А это в Бешкеке. Там беспредел. Ну, а сейчас что-то вообще... Я до начальницы дошел и ничего не сделал, не мог. Ну, бери, не бери. Я махнул рукой, пошел. Бандитизм. Ну, вон, жена моя пошла. Ну, иди покажись. Надень платок. Приди, приди, приди сейчас. Окей. Вот. Ну, это самое. То, что у вас, это беспредел, это бандитизм. У нас такого нет. Притом, не один раз это уже у меня присылает евро. Я говорю, так вы долларом-то рассчитайтесь. А он говорит, а у нас долларов нету только евро. Ну, вот ты как хочешь, так и делай. А теперь мне-то главное получить рубли. А я не могу никак. Как она бы евро получила, ну, по евро и сдала. Нет, она их переводит сначала в доллары, а потом в рубли. Как будто бы я покупаю или еще там. А при покупке. Нет, это обман. Это хитрость такая. Это мажист. Ну, я ничего не мог сделать. Я уж ходил и недовольный был. Они видели, что у меня ничего нету. Ну, что сделаешь? Это должны с этим бороться. За это, если написать Путину, там, я думаю, что уберут много. Тут другое дело было. Одно время нашелся у меня хороший помощник и выслал, кажется, 1860, что ли, долларов. Ну, я пошел. А куда их деньги-то? Доллары-то у меня. Я осенью хотел купить шифер, там, в лагере начать строить. И пошел в Центробанк. Центробанк. Это по промышленным предприятиям. Это мощная организация. Центробанк. Я спросил, я говорю, а вот этот у вас, ну, здесь, говорит, нормально. Это хорошее, мы их вроде патронируем. Я говорю, я могу оставить у них деньги-то, чтобы... Ну, зачем они мне дома и прочее? Я осенью возьму. Ну, конечно. Я осенью приезжаю, а банка нету. И денег нет? Денег нет, и банка нету. У меня хороший знакомый был прокурор края, генерал-лейтенант Параскун. Я к нему. Ничего, говорит, не могу сделать. Подавайте в суд. Я в суд подал. А у них там Танасов был, грек. Я говорю, ты хоть веришь в Бога-то? Да, верю. Я говорю, ну, как же, меня с верующего для ребятишек прислали. Я не знаю, откуда-то, с Люксембурга, что ли. И вы у меня отобрали деньги. Судился? Судился с ними? И заплатили, я не знаю, четвертую или пятую часть. А остальное не отдали. Нет, ну, вот, мы напрасно в банк-то положили. Да я не положил. Я не получил их даже. Они через этот банк прислали. А я в руки не стал брать даже. Ну, а куда я с ними? Ну, если я пошел, заручился, с Центробанком. Что я неправильно сделал-то? Нет, это надо было брать дома. Ну, надо было брать. Теперь-то что? Русский мужик, говорит, умен задним умом. За одним умом, да. Не, ну, всегда говорят, как говорят, если ты хочешь удвоить сумму, то ты сложи вдвое деньги и положи в внутренний карман. Так удвоишь. А отдавать то, что отдал, это все. Я не отдавал, я их не получил. Да я понимаю, но это все, на что отдали. Ну, да. Ну, вот так вот, глупость сварганил. Теперь-то, когда я вернулся, их нету. Ну, и что делать-то? Ну, вот, такие вещи. Обмануть? Я перед ними стою, как пугало. Я говорю, ну, кого вы обманываете-то? Видно, что на детский лагерь присланы деньги. Вы из ребятишек берете, сирот. Я же ни одной копейки даже в Америке ездил, не пропил, не проел. Я их страшно обидел. Ни одного мороженого не съел. Рваные носки не могли у меня заменить. Вы маленько-то глядите, кто перед вами стоит. Какое щучило огородное? Да нет, у этих людей совести нет. Там вообще, то, что с деньгами связано, у них нет ни милосердия, ни совести, ничего. Да, да, да. Ни людей не боятся, ни... А если верят, что Бога верят, то они считают, что Бог должен им только давать, 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 давать. Это страшные люди. Страшные. Ну ладно, Сергей, все уже. Вопросов больше нету? Нет, спаси Господь. Спасибо вам большое. Спасибо, Христос. С Богом. Спасибо.